Друзья, всем привет! Пошли первые забои у нас гусей. Это сделали по заказам и одного маленького себе гуся, тушку гуся. И сейчас ради интереса хочу взвесить, сколько же тушка гуся. Я думаю немного, но все равно, что по весу выходит. Это мы первый раз пробный сделали на продажу и одного себе, это по заказам, которые пошли. Также кому надо, обращайтесь, 100 гривен килограмм. Ради интереса взвесим и вот по гусям, что я хочу сказать. Да, гуси растут хорошо, растут нормально, грубо говоря, сами по себе воды наливай, гороху там пшеницей подсыпай и они растут нормально. Но сбыт на гуся, сбыт не такой, как на свинину. На свинину, конечно, улетает на ура, гуси не такой сильный спрос. Сама гусятина не так пользуется спросом, как свинина. Свинина намного лучше. Поэтому, кто хочет дома что-то делать, не сидеть, не ждать, пока кто-то что-то принесет, а чем-то заняться выгодным. Самое выгодное, я считаю, свиноводство. Но опять же, с такими ценами на корма, с такими ценами на корма, то есть тоже смысл есть, но если правильно и рационально использовать корма. Так, ну и вот, вес одной тушки 2,744, ну 2,750. Ну такие, не сильно, я думал, больше будет. 2,750. Этот, наверное, тоже так же же. 2,400. 2,400 этот. Да, 2,400, ну 2,500, ну 2,500. Ну то есть, вес примерно одинаковый. Может даже не спешить мне их пока продавать и покормить там какую-то недельку-3. Покормить, пускай еще поднаберут вес. Больше им насыпать. Так, хотя и так нормально, не знаю. Я вот это первый раз взял, ага, и 1,8 кг, ну эту маленькую тушку себе оставим. Первый раз взял гусят, гусей, ну гусят купил первый раз. Никогда мы раньше их не держали, не пробовал и даже не знал, что это такое. Этот вот взял, попробовал. Да, они растут, хорошо растут. Он сами по себе ходит, что-то там щипает. Насыпаю им пшеницу, на металл ставлю в ведро с водой. То есть, едят, пьют хорошо и там травку щупают. Но на них, на самих гусей спрос не такой, как на свинину. На свинину, если там думаешь кого-то, кабанчика, собираешь заказы. Заказали все за кого. На гуся не так. Ну заказы так, как бы, ну не так сильно. Поэтому, ну гусей на следующий год я не знаю, буду-не буду. Хотя мне понравилось, если для себя можно. А вот, может быть, индюков. Может быть, индюков и заведем. По индюкам посмотрим, попробуем еще индюков. И также по, допустим, по самой свинине. Цена на свинину, грубо говоря, не поднимается. На живой вес цена, насколько мне известно, упала. И на корма сильно выросла. Пшеница уже, грубо говоря, плюс-минус 7 гривен. Кукуруза, ну насколько я узнавал, 5 гривен. И то мне уже говорили, и 6,50 есть, и 6. По разному. Поэтому по ценам не известно, что. Ну хотя я с Юрой разговаривал, он сказал, что в портах, в порту, каждый день на 100 гривен цена на зерновые падает. Каждый день. Сейчас уже каждый день падает. То есть цена не будет повышаться, а наоборот будет снижаться. Но это насколько мне достоверно сказал Юра. Канал есть у него Юрий Фармагров. Ну, много кто из вас знает. По нашему геморройным кабанчику, который там, они его заклевали, я пересадил отдельно. И также хочу показать, как он себя чувствует отдельно. Вон я гусем сюда насыпаю. То горох, то пшеничные отходы, то это. И воду вот так ставлю. И всего она не бегает. А ночью спят там за сараем. По тому кабанчику сейчас я вам покажу, как он себя чувствует. О, воду пьет. Я ему поставил сегодня корыто прибил, чтоб он его не так дергал. И вот здесь побелил, подсыпал опилочек и запустил его сюда. То есть он отдельно. Много кто переживает за него, как тот кабанчик краснопоясый или белопоясый. С геморроем. Вот он отдельно. Отдельно ты. Пьет воду. Морда коротенькая. Все как полагается. Ну, он геморрой. Ну, залез. Признаки все равно какие-то есть. Сегодня мне посоветовал один человек, что надо в холодную воду опускать тряпку и делать ему примочки. Но дело в том, что примочки то понятно. Может оно и эффективно, но ему не сделаешь. Я его сюда хотел сам типа как перенести. Нифига его не подыму. И думаю, чтоб сильно же его как бы не тревожить, не придавливать там, не сдавливать. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть и он грубо говоря сам и побежал сюда. Так погонялся за ним чуть-чуть и он сам туда и забежал в этот сарай. Все, он отдельно сам. Кишка у него не вылазит. Ну, есть признаки геморроя. Ну, чтоб сказать там сильно что-то вылезло, такого нет. Я ему понимал, что он не достанет до воды. Набил туда досточку. И он на досточку, это грубо говоря он в этой клетке часа три, на досточку опирается. И вот так вот пьет воду. Потому что тут для большой свиньи было. Да. Вот уже ж геморройный. Ну, будем его тут откаживать. Но дело в том, что этих свиней, ну грубо говоря этих моих, Машкиных поросят, уже догоняют вот эти. А это у нас канторы. Вот канторы. А у них разница в месяц. Ну, то у нас кнопа. Кнопа у нас во внимание не берется. Хотя она тоже растет. Вот смотрите, эти разница в месяц. И вот эти. Ну да, это чуть больше. Но все равно, я думаю, сейчас месяц-полтора и догонят. Если даже не перегонят. Этим будет 90 дней в ноябре. В средине ноября. Да. Вот так канторы себя показывают. Вот недавно перегонял поросятка. Маленькие были. Сейчас уже гульгели. Ну, зараза. Они сюда ходят. Срут здесь. А там спят в летнем выгуле. Пленкой обил. Там стало тепло. Типа как тепличка. Так они сюда ходят срать. А туда спать. Ну, я думаю, зимой поменяется ситуация, когда морозы. Там воду я уберу, поставлю ее здесь. Может наоборот. Тут в тепле будут спать. Вот порода кантор. Это чистый дюрок и чистый петрен. Пока меня поражает их рост. Я не знаю. Такого еще не было. Пророста. Вот как чистый дюрок и петрен. Но опять повторюсь. Чистый. Не то, что называют. Вот кантор. Кантору мама Мешенко десяти породка. А папа типа петрен или кантор. То не кантор. Я вам говорю за настоящего кантора. Порода дюрок и порода петрен. На выходе вот такие поросят. Сейчас у нас будет скоро порос. Тоже такие же поросят. Я думаю, будут такие же. Ну, посмотрим, кого больше пойдут. В линию отца или свиноматки. Будем наблюдать. Тут эти у нас и будут. Этот кабася тут опускай тогда и растет. Если будут расти, все нормально. Пускай. Просто потом, когда на мясо, он пойдет первый. Если будут проблемы у него с геморрой. Вот они здесь, получается. Сидят спят там возле корыта. Ну, здесь воду пьют. Тут-то почти не гадят. А там гадят. О, и Кнопаш. Тут как тут. Ну, Кнопа, конечно, подросла. После последнего взвешивания. Пошла хорошо. Вот сами канторы. Конечно, вопросов по ним вообще нет. По канторам. Кантор растет. Ого-го. Ну, и посмотрим те, как будут. Юрина свиноматка. От Макстера. И покрыта моим кряком Петреном. Посмотрим, как те поросята. На вид они очень красивые. Все один в один с Петреном. Но посмотрим на результат самих привесов. Как будут набирать вес. Будем наблюдать. Ну, а пока, что я вижу. Вот по всем, по всем, что у меня были. Выводки там разные. Кантор. Сейчас на первом месте. Посмотрим еще тех. Макстер Петрен. Тех еще понаблюдаем. Ну, и эти, я думаю, через месяц обгонят. И тех, у которых геморрой. У них разница в 30 дней. Они обгонят. Я думаю, в течение месяца. Ну, видно по ним. Вот хребты у них. Ручейки на хребтах. Ямки перед хвостами. Ну, то есть формы. Тоже передались им от Петрена. И видно, что мясные. Ну, то есть сала на них будет немного. И они сами по себе темнеют. Становятся такие, типа, под цвет дюрка уже. Спина у них становится темно-коричневая. И сами по себе темнеют. Они были маленькие светлее, а это потемнели уже. Вот так. Так, друзья. Закупился еще пшеницей. Тут а полторы тонны. Вчера привезли. Сложили с води сюда. Полторушка как раз летом. У меня тут внизу лежат двери. На кирпичах. И тут я стараюсь. Или бешка тут лежит. Или просто пшеница, ячмень. Вот все ячменя, что у меня осталось. Вот это же осталось ячменя. И там бочка. 200 литровая еще. Все, по ячменю больше нету. И по пшенице сегодня привезли. Сегодня привезли вот эту кучку. Тоже полторы тонны. Итого три тонны. А это у меня есть все бочки. Вот эти все забиты. С земноотходами, которые я брал по три. С земноотходами по три хорошо. Но уже такой дураки нету. По три гривна. Поэтому почем я брал эту пшеницу. Вот мешок рассыпался. Хорошая чистая пшеница. Крупная. Почем я брал? Не спрашивайте. Сегодня человек привозил мне пшеницу. Отруби на опте. Это на опте. 4 или 4,20 он сказал. Или 4,50 на опте. А в розницу, наверное, под 5 гривен. Килограмм отруби. Вот так. Пшеницу почем брал? Не буду говорить. Сами знаете цены. Освободил сегодня. У меня колеса тут были летние. Убрал. И думаю, сюда просто я ее в первую очередь использую. Также насчет кормов, насчет кукурузы. О кукурузе. Сама кукуруза у нас, ее у меня нету. Я вот покупаю вот такую вот, крупненькая, хорошая. И на ведра беру. Именно только использую для стартового корма малым поросятам. То есть до 30 килограмм. Стараюсь мешать. Именно до 30 килограмм. Потом уже без кукурузы. Ну там до 30, может чуть-чуть меньше, смотрю по ситуации. А вообще с такими ценами надо понимать, каких свиней держать. Надо считать. Потому что, если откармливать непонятно, кого и чего, и за что, то лучше не держать, я считаю. Если такие цены еще полезут вверх, ну хотя мало вероятно. Я думаю, это просто ажиотаж или паника насчет кормов. Думаю, выше уже не полезет. Тем более Юра говорит, что цены падают. То есть сейчас цены у нас остановятся. Или начнут, ну хотя мало вероятно снижаться. Но все равно. То есть, кто берет там поросят на откорм. Будьте бдительны. Не берите поросят. Ой, хорошие, дешевенько. По 600 рублей отдалые. Вот мы себе их возим. Нет. Вы думайте, каких берете поросят. Чем покрыты поросят. А кто у них свиноматка. Какой гибрид там. Каким кряком покрывалась. И так дальше и тому подобное. И поросята. И поросята, если чисто мясные. Но допустим, там больше процент дюрок. Я сегодня консультировался с моим подписчиком. Который держит не одну сотню на откорме. И у которого было, если я не ошибаюсь, 200 свиноматок. И вот он мне сегодня звонил и рассказывал. Что поросята, которые, допустим, взять у тех моих. Типа как один в один Петрен. Они растут хуже. А корма употребляют больше. Поросята, которые Петрен, Дюрок, Кантур. Эти, ой, Петрен и Дюрок, Кантур. Ну, Петрен и Дюрок, но Кантур на выходе. Эти растут очень хорошо. И также растут F1 и покрыты, допустим, Макстером. Тоже хорошо. Мешанка с Петреном растут не сильно хорошо. То есть, они растут все, но растут дольше. Потому что мясные. Мясная генетика, они растут дольше. Я даже по своему Петрену, по хреку, он у меня красивый. Все, накачанный весь там, докрысованный. Но он рос у меня долго. То есть, чистых Петренов, чистых, брать, просто так откармливать или там... Боря, то поросята. Чистых Петренов лучше не брать на откорм. Брать гибрид. Гибрид самый лучший, это если F покрыта, допустим, там дюрком или Макстером. Я думаю, это самый идеал на откорм поросятов. Это мое мнение. Там у вас каждого свое. А именно, в домашних условиях, если себе там одного, двух, трех. Ну, чисто для забоя на мясо, то можно и мясные просто дольше подержать. Ну, выход мяса будет больше. А расход корма тоже больше, чем обычный гибрид нормальный. Боря, скорой, давай. Вот Боря, сегодня рубали гусей. Одну голову оставили себе, а три ему я отдал. Потому что целое лето мучился, не трогал гусей, не хватал нигде ничего. Ему дал три головы. Он две съел, одна он там лежит возле сарая. Никто туда не может позойти до сарая. Ни куры, ни гуси. Потому что у него там лежит гусиная голова. На потом. И не голодный, а все равно он кавает порозят корм. Да, Боря? А? Тоже целое лето терпел там, когда я купил гусей, не трогал их. Ждет же головы гусиные. И так само курей рубаем. Головы ему отлетают. Он же их не трогает. И любит он предстартовый корм. И стартик полюбляет. Поэтому вы жирненький, да, Боряка? Жирненький. Жирненький. Жирнянчик. Ну ты у нас не этот, не мясной генетики. Поэтому хватит уже останавливаться в росте. Так что, друзья, такие. Вот такие дела. Поросята, которых кто-то берет на откорм. Прежде чем брать и покупать, думайте, решайте. И, как говорит Алексей Комаров, думайте сами, решайте сами, быть или не быть. Пока.